Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белошева. Игра на опережение. Депутаты решили не портить себе праздники и взялись за бюджет уже сегодня. Французский сценарий в Берлине. Кто взял на себя ответственность за гибель 12 человек в немецкой столице? Под государственной крышей. Как прошел второй день новой жизни Приватбанка? Цигель-цигель, ай-лю-лю. Проигнорировав все прогнозы и традиции, народные избранники решили не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И взялись за бюджет на два дня раньше, чем запланировали. С чего вдруг такая спешка и хватит ли голосов для того, чтобы принять смету сегодня? Узнаем у Екатерины Лысенко. О сегодняшнем голосовании за бюджет еще вчера в парламенте даже не намекали. Планировали на четверг. Но по традиции за ночь все переиграли и утром в зале максимальная мобилизация. Проект бюджета – первый вопрос на вечернем заседании. Приняття бюджету в 16-й године будет зависеть от приняття соответствующих законов, которые должен пройти комитет податковой политики. Если эти законы не будут поддержаны комитетом, соответственно, не проголосованы в зале, тогда бюджет доведется переводить на четверг. Мы готовимся заседать и сегодня в ночи, и в четверг в ночи, если нужно будет и завтра. Урядовцы планируют, что решение комитета появится в обед, подчас обедной перерывы, изменения до бюджетного кодекса. Далее они будут рассмотрены в зале. После этого уряд возьмет какую-то перерыву, внесет проект в бюджет, депутат сможет с ним ознакомиться. И уже зашевши в ночь, как будто должно быть решение, ухваление решения. В кулуарах говорят, в четверг уже многих депутатов могли и не собрать. Избранники уходят праздновать. И чтобы не менять рейсы, как было это годом раньше, вопрос поставили и сегодня. А еще бюджет спешат принять, чтобы пораньше показать его МВФ. Сегодня поспешают его ухвалить, чтобы отзвитиваться перед МВФ и отримать черговые деньги от МВФ. Отримать от них хотя бы не деньги, а хотя бы решение про кредитование. На наш взгляд, этот бюджет антисоциальный, он продолжает геноцид тарифный. Этот бюджет не дает перспективы для развития. Чтобы не создать риски голосовать в последний день, потому что в четверг, 22-го, если бы не проголосовали, часть депутатов отъезжала кудись за кордону выборчей округи. Чтобы перестраховаться, решили голосовать в втором. Понятно, что остаются требования мажоритарных депутатов, и это природные. Они требуют сближать субвенции на их округе, чтобы там асфальтовать дороги, ремонтировать школы. Хочется допомогать всем, но бюджетные умы. И именно там, конечно, порядок мажоритарных продолжается дискуссия. В спешке пришлось собираться и двум комитетам – налоговому и бюджетному. Пока одни депутаты были в зале, другие решали, как быть законопроектами, необходимыми для принятия сметы. Вы знаете, неоднозначное отношение к другому законопроекту 53-68, где кардинально изменится система администрирования податков, и это многим не понравится. Поэтому для меня важливым, чтобы сегодня рассмотрели два законопроекта. В податковом комитете идет суперечка о некоторых вопросах. Это вопрос о индексации нормативно-грешевой оценки земли. Это вопрос о аграрных дотации. Есть пропозиция группы народных депутатов обмежить сумму дотации не больше, чем 150 миллионов гривен в одни руки, то есть одной особи. И третье вопрос, по которому нет согласия, это вопрос о снижении рентной платы на газ, на нафту, на конденсат, именно на новые родовища. Почему так успехом, без рассмотрения на комитетах, без обговорения в зале, вынесли сегодня этот бюджет, чтобы его проголосовать? Ответ очень прост. Не в сессийном зале и не в комитетах дотерли больше за этот бюджет, а в кулуарах, где каждому пообещали посадки, какие-то коррупционные выдатки с бюджета, сберегли незаконное отшкодование податков на доданную вартусть. Каждому свой пряник. Теперь же остается вопрос, у кого коалиция будет просить голоса для принятия решения. Там надеются на депутатские группы. Радикалы вроде как согласны, самопомич сомневается. Никто не будет голосовать за этот бюджет. Не будет голосовать только те политические силы, которые плутают критику с критиканством. Не будут голосовать только те политические силы, которые живут по принципу, под гаслом, чем хуже в стране, чем хуже народу, тем больше для них рейтингов. Они перепутали, что это не политика, это основный финансовый документ страны. И поднятие минимальной зарплаты до 3200, и поднятие прожиткового минимума, и поднятие пенсии на той размер, это означает, что страна выходит с того глубокого пике, до кого была до этого времени. Первую половину дня нардепы посвятили тоже бюджетным документам, но тем, которые касаются сметы еще этого года. Дали местным бюджетам дополнительные 2,5 миллиарда на субсидии. Фронтовики опять хотели принять закон о спецконфискации. Его снова провалили. И решив работать сегодня до победного, утреннее заседание все же пришлось закрыть досрочно. Часть нардепов ушли договариваться и утрясать последние цифры в документах, необходимых для бюджета 2017. Поэтому в зале и вовсе не осталось голосов. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Традиционно бюджет у нас принимают под утро. И автор этого материала Екатерина Лысенко сейчас с нами на связи. Катя, добрый вечер. Расскажи, о чем больше всего спорят и как по твоему опыту есть ли шанс, что примут сегодня? Да, Наташа, добрый вечер. Ну вот заседание Верховной Рады продолжается и в эти минуты. Я не могу сказать, что депутаты слишком спорят. Они просто слишком долго рассматривают законопроекты. Вот, к примеру, изменения в бюджетный кодекс они рассматривали три часа, потому что проходились по каждой поправке отдельно и голосовали за каждую поправку отдельно. Также в эти минуты, пока голосовали депутаты в зале, в это же время заседал налоговый комитет, где в авральном режиме обсуждал два налоговых законопроекта. Это также бюджетно образующие законопроекты, без которых принять сам бюджет, сам проект бюджета невозможно. И вот там даже, наверное, споров было больше, потому что депутаты умудрились и поссориться, и даже побросать друг в друга ручки с бутылками. Пристости вырували, потому что, знаете, сидите в закритом помещении, группа людей с абсолютно разными интересами, с разно плановыми поправками. Конечно, депутаты отстойвали эти поправки, и ручки с бруляли. Но важно сказать, что ручка с брулялась за очень добру поправку, которая, кстати, произошла в результате. Эта поправка говорит, что податковая милиция не может порушивать криминальную справу по акту проверки, пока платник податков оскарживает этот акт проверки. Что же касается самого проекта бюджета, то до него еще явно далеко, потому что депутатам нужно принять, проголосовать еще два налоговых. Два законопроекта, один из них это изменение в налоговый кодекса, второй законопроект, который касается инвестиционного климата в стране. И депутаты прогнозировали, что так же долго, как и изменения бюджетные, законопроект будет обсуждать и эти документы. На сегодняшний день очень много неизвестных позиций. Вы видите и премьер в зале присутствующие, и министры. С каждым министром ведутся те или иные разговоры. Это не в плане каких-то договоренностей, а в плане того, что действительно все чувствуют, что действительно Краина должна развиваться. И все равно условно, что бюджет все-таки, наконец, стал бюджетом все-таки срастания. Сейчас идет расследование законов по полной процедуре. Законы в другом читании. Расследование все, без вынятка, поправки. Это по 200-300 поправок до каждого законопроекта. И потом будет расследоваться бюджет. Я считаю, что это первая попытка взять измором зал Верховной Ради Украины. К этому времени у народных депутатов есть одно позитивное голосование. Они приняли и проголосовали 244 народных депутатов за изменение бюджетных кодекса. Что же касается настроений депутатов, то вот если еще утром депутаты сомневались, что сегодня дойдет до бюджета, то после шести все уже были склонны к тому, что раз мы продлили работу сегодня парламента, то, скорее всего, из-за бюджета будем голосовать сегодня хоть и ночью. Виходячи из того, что принято решение про работу до вычерпания питания порядка денного, враховывая, что тут перебувает руководство уряда, виходячи из того, что там за кулесами продолжаются торги и выторговываются разные хотелки, то есть высокая уверенность, что сегодня что-то будет проголосовано. Я вообще не понимаю, для чего это такое значение парламенту и работы уряда, потому что есть завтра день, есть четвертый день, и сегодня есть такое насильство над собой и над другими, для того, чтобы это принято. Мы еще не видели последнюю версию податкового кодекса, сейчас это обговорение бюджетного кодекса. Если же говорить о времени, то депутатам нужно будет, после того, как они проголосуют эти законопроекты, пойти на заседание комитета и согласовать, свести все цифры и подбить с самим проектом бюджета. Когда это будет депутаты, по их прогнозам, говорят, что это будет около полуночи, после этого они придут в зал и после этого будет обсуждение в зале самого проекта бюджета. И по прогнозам тех же депутатов, ночью они все-таки примут главную смету страны. В прошлом году это было полчетвертого утра, позапрошлым пять утра. Возможно, в этом году будет раньше. Наташа. Спасибо, Катя и Катерина Лысенко о том, как активно депутаты сегодня взялись за бюджет на 2017 год. А у стен Верховной Рады депутатов сегодня встречали ветераны МВД и чернобыльцы. Позднее митингующие переместились на Крещатик и несколько часов блокировали центральную улицу столицы. Чего требуют участники этой акции? Протесты и удалось ли им добиться своего, узнаем от наших корреспондентов. Бывший праздник, День милиции, ветераны органов МВД не отмечают за столом, а митингуют у стен Верховной Рады. Уже несколько недель по всей стране они требуют пересчета пенсии и отставки министра внутренних дел. Большие ветераны и инвалиды получают пенсию в размере 998 гривен. Пока что мы не видим никакого понимания с руководством МВС. Министр внутренних дел Аваков вообще не пельнуется за своих пенсионеров. Это есть одна из главных умов. Министра внутренних дел нужно менять. Это однозначно. Если кто-то этого не слышит, то будет жаль. Рис злочинностей в стране такой, что даже скоро и на улицу никто не выйдет. Бывшие сотрудники МВД не попадают под действие нового закона о полиции, поэтому и получают гроши. Вчера была встреча за Аваковым, позавчера были какие-то встречи. Они снова вводят кругом пальцы людей, они их дурят, они хотят принять сегодня бюджет и на этом закончить будь-якие разговоры. Сесть в летачки, свои приватные чартеры и полететь отдыхать за океан. Большинство депутатов и руководства парламента митингующих игнорируют. Чтобы привлечь внимание к акции протеста, люди решаются перекрыть движение на Крещатике. Мы будем сегодня блокировать. Организованные колонной по улице Грушевского движутся на Майдан. К митингующим бывшим милиционерам сегодня присоединились афганцы и ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Требуют того же пересчета пенсии. Говорят, в Раде даже зарегистрирован соответствующий законопроект. Но его никак не рассмотрят. Вот мы выше и стоим, потому что уже 14 месяцев стоять, уже людям надоело и набредло. Мы будем стоять до конца, чтобы приняли закон. Люди прослужили по 20, по 30, по 40 лет. Они сейчас самостоятельно, они не могут ни купить обувь, не могут купить их что-то одететься. Они не могут позволить, если только заплатить за коммунальный, и тонник не хватает. Но даже спустя два часа блокирования движения на Крещатике к чернобыльцам и ветеранам МВД никто не пришел. Митингующие назвали акцию предупредительной. На следующие митинги пообещали собрать в Киеве ветеранов со всей страны. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Митинги милиционеров-отставников прокатились и по регионам. Чего требовали и к чему призывали там, давайте узнаем. Возле Запорожской обл. администрации с утра митинговали ветераны МВД. Первым делом приняли резолюцию об отставке министра Авакова. Еди на глаз. Желающих поставить подпись под этой резолюцией хоть отбавляй. Отставные милиционеры не сдерживали эмоции. Говорят, министр полностью развалил правоохранительную систему. Барыга пришел. И что он творит? С этими митсубисами, с этими рюкзаками, со всеми сотрудниками. Человек, который вообще не достоин быть министром. И работает в органах. Что он здесь делает? Владимир Чмарак отдал службе в милиции 25 лет. На пенсию ушел старшим оперуполномоченным. Говорит, такого разгула преступности, как сегодня, Украина еще не видела. Я служил в управлении по борьбе с организованной преступностью. Его развалили. Пришел Аваков, которого разыскала милиция. Он скрывался в Италии. И он пришел в возмездку. Он развалил это. Запорожских пенсионеров МВД поддержали и в райцентрах области. Там тоже требовали отставки Авакова и перерасчета пенсии отставным милиционерам. 43% пенсионеров по моей области получают всего до 2000 гривен. Некоторые живут в глухих деревнях, в которых нигде ничего нет. Тратят на воду, на отопление, на дрова всю свою пенсию. Не уже не говорить о том, что человеку пролечиться. Не хватает денег на питание. В Ивано-Франковске бывшие милиционеры вышли сегодня мтинговать к областному управлению нацполиции. Думали, здесь достучаться до министра будет проще. МВС Украины, в том числе и национально в областях, не выполняют прямую функцию подачи списка на перерахунок пенсии колишним ветеранам или пенсионерам органов справки. А еще милиционеры в отставке не понимают, почему их лишили прежних льгот. Были пельги на оплату за коммунальные послуги. Пельги сняли из нас. Ну и про что? А закон говорит про то, что пельги мают быть. Митингующие обратились к генеральному прокурору. Мы требуем вжить в невыскладных заходах, заходов о межах наданных вам повноважений, что до припинения правового освобождения органами медсоцполитики, МВС, пенсионного фонда. Никто из руководства областного управления нацполиции к участникам акции так и не вышел. Пенсионеры разочарованы. Говорят, убедились. Их проблемы решать не собираются. Сергей Бордюжа, Жанна Дудчак, Игорь Воробей, Зиновий Автонас. Подробности телеканала Интер. В отличие от ветеранов МВД, разгневанных клиентов привата услышали в Нацбанке и сообщили о том, что платежи физических лиц предпринимателей и юридических лиц разблокировали. Кроме этого, пообещали до конца сегодняшнего дня представить новый состав правления и наблюдательного совета Приватбанка. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, туда также войдут иностранные специалисты из международных организаций. Кроме этого, в НБУ сообщили, что регулятор уже зарегистрировал новый устав Приватбанка. Сейчас мы завершим формирование как склада правления, так и склада наблюдательной ради Банка. Я надеюсь, что сегодня в ночи, в вечере, мы уже это определим и призначим. В первую очередь, будут оплачивать податки, потом зарплата, и после этого уже все платежи юридических лиц звичайны. Все клиенты и юридические лиц могут быть уверены, что они получат все рассчитания, которые были где-то затриманы. Таким образом, мы сподіваємось, что протягом сегодняшнего дня банк увидит свой звичайный режим работы. Все в рамках закона. В НБУ сегодня ответили на высказанные накануне претензии Центра избиркома. Ведомство опровергло несанкционированность обысков в помещениях ЦИК. На официальном сайте ведомства утверждают, что детективы не нарушали процедуру. Обыски проводились по решению суда сразу после вручения подозрения председателю ЦИК Михаилу Ахендовскому. Из кабинета ничего не изымали, по их словам, а о поврежденной технике в протоколе, подписанном представителями комиссии, после обыска нет ни слова. Вот только ответ на вопрос, почему детективы оказались в кабинете другого члена Центра избиркома и на другом этаже, в НБУ не дали. Не прокомментировали и вчерашние заявления адвоката Ахендовского о том, что повторная экспертиза почерка якобы опровергает причастность главы ЦИК к черной кассе партии регионов. 12 человек погибли, еще 50 были ранены в результате теракта в Германии. По сценарию, атака напоминала нападение в Ницце, грузовик врезался в толпу людей на Рождественском рынке, в самом центре Берлина. Задержан ли террорист и кто он, мы узнаем у Татьяны Лагуновой, она находится в Берлине и с нами на прямой связи. Таня, я передаю тебе слово. Наташа, пока у немецкой полиции есть только уверенность в том, что это был теракт и основная версия происшедшего. По данным правоохранителей, за рулем грузовика находился гражданин Пакистана, ему 23 года. Прибыл в Германию около года назад по балканскому маршруту как беженец. Накануне он якобы угнал фуру с польскими номерами, которая перевозила груз из Италии в Германию, взял в заложники поляка-водителя, убил его, но затем совершил теракт. Террорист пытался скрыться с места преступления, но полиции удалось задержать его благодаря очевидцам где-то в двух километрах от места трагедии. Но в этой версии есть одно «но». Сам задержанный категорически отрицает свою вину, да и полиция признает, они вообще не уверены, что задержали настоящего преступника. Расследование еще продолжается, но насколько я знаю, уверенности в том, что задержан водитель-террорист пока нет. Мы не можем это подтвердить. А это значит, что вооруженные террористы или террористы могут находиться в бегах. Полиция призывает жителей Берлина быть крайне внимательными и осторожными. И в городе усилены меры безопасности. Студия. Таня, какова реакция политиков? Что они говорят по этому поводу? Сегодня в Германии траур. Люди несут цветы и свечи к месту трагедии. Политики высказывают соблезнования и слова поддержки родственникам погибших и пострадавших. Вот что сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня очень тяжелый день. Я, как и миллионы немцев, шокирована трагедией, которая произошла в Берлине. Для нас будет особенно тяжело пережить ее, если подтвердиться, что виновником был человек, который искал у нас защиты и убежища. Ну и, конечно, уже звучат призывы пересмотреть миграционную политику Германии. Это не просто призывы. Лидер ХСС Хорзейхофер, это партнер партии Меркель по блоку, уже заявил, что он вынесет свои предложения на рассмотрение правительства Германии. Наталья? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова с подробностями вчерашнего теракта в центре Берлина. И там же, в Германии, мужчина открыл огонь в одном из магазинов города Вестбаден. Погибла женщина-продавец, ее муж и племянник ранены. Стрелок скрылся с места преступления. Полиция склоняется к версии ограбления. Сейчас все силы города брошены на поимку преступника. Наряды правоохранителей прочесывают улицы. В поиске также задействован вертолет. И неизвестными остаются мотивы преступления, которое произошло накануне в Швейцарии, в Цюрихе. Сегодня нашли тело стрелка, открывшего огонь в мечети. Три человека получили ранения. Полиция не исключает, что преступник мог совершить самоубийство. Известно, что это 24-летний гражданин Швейцарии. В связях с террористическими группировками он замечен не был. Специальную операцию по задержанию предполагаемого террориста провели в Брюсселе. Бельгийские копы перекрыли один из крупнейших районов этого города, Скарбек. Здесь полностью блокировали движение транспорта. Жителей на территорию коммуны не пускали. Успел ли атаковать задержанный? Что с ним сейчас и что ему грозит, узнаем у Юлии Мендель. Бельгийский Скарбек – это вторая по величине коммуна города. Здесь проживают более 100 тысяч человек. Большинство из них мусульмане, выходцы из Ближнего Востока и Турции. Вчера один из районов этой коммуны перекрыли полицейские кордоны. Людей попросили не выходить из дома, на территорию никого не пускали. Сюда приехали десятки полицейских машин. Силовики установили спецзнаки и работали с собаками. Они проводили обыски в коммуне Скарбек в рамках полицейской спецоперации. И причиной этому был 34-летний бельгиец, имя которого силовики сейчас не называют. В понедельник утром он привлек внимание полицейских своим вызывающим поведением. Сообщают, что он угрожал устроить теракт. Мужчину задержали и изъяли у него компьютер и оружие. Оказалось, что раньше его уже привлекали к ответственности за кражи и нападения. Его задержали и отправили в суд. Сам район Скарбек находится недалеко от аэропорта Завентем, где в марте этого года радикальные исламисты устроили кровавый теракт. Тогда в районе Скарбек нашли одно из их убежищ, и там нашли 15 килограммов взрывчатки. Но, несмотря на сегодняшнее задержание в Скарбеке и вчерашний теракт в Берлине, бельгийские власти не собираются повышать уровень террористической угрозы, который бы означал вероятную и возможную опасность теракта. Пока мужчине угрожает, скорее всего, его обвинят в хранении оружия и в призывах к террористической деятельности. Юлия Мендель, Василий Трушковский. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. И уже сутки прошли с момента теракта в Турции, где накануне был застрелен российский посол Андрей Карлов. В Анкару из Москвы для расследования этого убийства прибыли сотрудники Следственного комитета и российских спецслужб. Кого обвиняют турецкие власти и как квалифицирует случившееся в России? Все подробности расскажут наши корреспонденты. Прощание с погибшим российским послом в аэропорту Анкары. Официальные власти Турции на трагический инцидент отреагировали соболезнованиями. А произошедшее убийство не стало очередным формальным поводом для ссоры лидеров двух государств. Те, кто заказал и осуществил эту атаку, они не убили Андрея Карлова. Они создали новое место для него в истории. Перед парадным входом в российский МИД памятная табличка, фотография погибшего и цветы. Здесь же, в центре Москвы, на Смоленской площади, прозвучали и первые комментарии руководства внешнеполитического ведомства. Министр иностранных дел Турции сразу после убийства вылетел в Москву. Вчера в результате подлого террористического акта погиб посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Геннадьевич Карлов. И условно необходимо как можно скорее установить все обстоятельства организации и совершения этого террористического акта. Андрея Карлова убили буквально в прямом эфире. Посол России выступал с речью во время открытия выставки в турецкой столице. Эти кадры облетели весь мир. Убийца сотрудник полиции Мавлют Мэрт Алтенташ. Сразу после выстрела он заявил, это месть за операцию в сирийском Алеппо. Больше сказать не успел. Прибывшие на место коллеги его устранили. Известно, что правоохранительные органы задержали мать, отца и даже сестру нападавшего. По решению суда заключен под стражу и сосед Алтенташа. Какое отношение все эти люди имеют к смерти дипломата не сообщается. Официально Анкара придерживается версии, что произошедшая провокация. Ее связывают с теми, кто летом пытался захватить власть в стране. В Анкару вылетели представители Российского следственного комитета и спецслужб для участия в расследовании убийства. Ирина Иванова, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Зона АТО. Один погибший, девять раненых. Это только официальные сводки штаба. Большая часть пострадавших на Светлодарской туге. Там уже несколько дней не прекращаются бои. С утра украинская армия отбила очередную атаку боевиков, которые пытались пробить оборону по направлению к Бахмуту, Славянску и Краматорску. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Отсюда, несколько километров до города Светлодарск, слышны близкие разрывы от вражеских снарядов, недалеко от оккупированного Дебальцево, поселок Луганское. Сейчас он под украинским контролем. Здесь все готово для эвакуации. Третий день боев под поселком Луганское в Донецкой области. Раненые поступают ежечасно. Сразу несколько скорых машин дежурят здесь, на блокпосту. Один контуженый сегодня и один аминстрил. Всех довезли? Конечно. Сегодня вывезли двоих. Двое отказались от госпитализации. Видимо, легкая контузия. Они говорят, что они лягут лучше поспят. И по тем позициям, по которым, говорится, они закрепились первый день, то их держат. То есть мы их держим? Да, мы держим позиции. Буквально за полчаса еще двое наших раненых. Одного из украинских солдат переносят на руках в реанимационную машину. Минометные осколки в правой ноге. Нога. Жду ты есть. Что ты положишь? Не выделаны. Нет. Течет, течет нога. Сейчас. К пункту медицинской помощи прибыл командир подразделения. Его солдаты сейчас ведут бой с наемниками на передовой. Контуженый что у нас? Это контуженый. А контуженый? Да, он раньше уехал. Мы раньше выехали. Они наступают на нас, мы отбиваем их пока. Ну, за сегодняшний день уже около десятка, даже больше уже. Раненых? Да, наших. Погибших, слава бога, нет? Пока нет. В поселке Луганское от вражеских обстрелов разрушены 13 домов мирных граждан. Жену мою контузило. Мы тут спускались, в подвал бежали. Оглушило ее. Упали. Когда там у нас упало два снаряда. А тот снаряд, который в окна вылетели, я в зале был. Просто прыгнулся, на меня посыпалось все. Слава богу, надо. Одна женщина заснала царапину, ламку и все. Осколок от мины или от чего? От склаяк и дикнамор. Огонь противника по Луганскому тем временем не прекращается. Медики уже привыкли. Ну, каким нам быть? Падаем и бьемся в стерили. В принципе, это рабочие моменты. Противник в районе Светлодарской дуги не прекращает попыток прорваться к ключевому городу Бахмуту в направлении Славянск-Краматорск. Одна из машин скорой помощи с блокпоста выезжает за очередным раненым украинским бойцом. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Россия страна оккупант, а Крым и Севастополь временно оккупированные территории. За такую резолюцию, подготовленную Украиной, проголосовала Генассамблея ООН. Президент Порошенко на своей странице в Фейсбук поблагодарил ООН за такое решение. Резолюция также осуждает массовые нарушения прав человека на полуострове и призывает Россию придерживаться обязательств в соответствии с международным правом. Первый украинский самолет без единой российской детали. Сегодня авиазавод Антонов презентовал обновленную версию Ан-132Д. Когда увидим новый борт в небе, узнавал Александр Васильченко. Посмотреть на новую разработку отечественного авиапрома пришли немало людей. Через несколько минут занавес распахнут и представят собравшимся Ан-132Д. Несколько слов о самолете сказал президент Порошенко. Мы уверены, что у этого летака великое будущее. В условиях российской агрессии против нашей страны, Антоновцы, украинские уряды, украинская влада находят новые, надзвучайно перспективные рынки для украинских производителей. Впервые борт отечественной разработки построен без деталей российского производства. Партнером здесь выступила Саудовская Аравия. По контракту первый самолет из серии Антонов должен разработать и построить на территории Украины. Испытания сначала пройдут в родном небе. Пилотам, которые первыми сядут за штурвал Ана, президент вручает шевроны. После осмотра машины по традиции разбивает бутылку шампанского. Всего в партнерстве с Саудовской Аравией планировали выпустить 80 самолетов. Но окончательное решение примут уже после прибытия первого образца на Ближний Восток. Соглашение, заключенное с компанией Антонов, предусматривает создание производственной линии такого самолета параллельно и в Королевстве Саудовской Аравии, и в Украине с участием саудовских и украинских инженеров. От предыдущей модели новый Антон отличается увеличенной грузоподъемностью, дальностью полета и топливной экономичностью. Он должен соответствовать условиям местного климата, то есть это высокие температуры, а также не всегда подготовленные аэродромы. Прежде всего транспортный самолет, также он может собираться, производиться в различных комплектациях и для десантирования военнослужащих, и для десантирования грузов. О программе поддержки авиастроения в Украине рассказал министр инфраструктуры Владимир Амелян. И посетовал, бюджетных средств едва хватает, чтобы отрасль оставалась на плаву. Мы сейчас врубляем, соответственно, бизнес-модель, чтобы эта система была успешной. Только державная поддержка, она не эффективна. И мы бы это доказали неодноразово, когда бюджетные деньги по такие податки просто возникали. На строительство Ан-132Д, говорят, разработчики понадобились рекордные полтора года. Продемонстрировать авиаборт в воздухе обещают в апреле следующего года в Саудовской Аравии. Александр Васильченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Американские военные самолеты будут летать на Дакенава. Верховный суд Японии разрешил строительство авиабазы США на острове. Военные дислоцируются там с конца Второй мировой войны. Сейчас их на острове около 30 тысяч. Местные власти добивались полного вывода военнослужащих армии США с острова. Но сегодня Верховный суд отклонил все требования и дал добро на строительство американской авиабазы. А вот Хамас может остаться без беспилотников. В Тунисе произошло загадочное убийство авиационного инженера, который разрабатывал дроны для террористической организации. Его застрелили возле собственного дома. Террористы обвиняют Израиль в ликвидации своего сторонника. Но официальный Иерусалим отмалчивается. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Мухаммед Аззаури, 49-летний авиационный инженер, был убит возле своего дома в городе Сфакси в Тунисе. Неизвестные убийцы изрешетили его пулями. На месте происшествия полицейские обнаружили пистолеты с глушителями и гильзы. Что любопытно, дом Аззаури был буквально увешан видеокамерами наружного наблюдения. Но неизвестные сумели проникнуть в компьютерную сеть и изменили содержимое этих записей. Аззаури был связан с Хамас и отвечал там за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов. Инженер несколько раз бывал в секторе газа, обучал там боевиков обращаться с этой техникой и даже разрабатывал проект беспилотной подводной лодки. Тунисские власти полагают, что к убийству причастны иностранцы. Во всяком случае, у подозреваемых, которые сейчас объявлены в розыск, по данным следствия, были марокканские и бельгийские паспорта. Разумеется, Хамас сразу же обвинил в случившемся Израиль. Мохаммед Аззаури был членом бригады Изаддина Аль-Касама и принимал участие в разработке программы беспилотных аппаратов, которые мы использовали против Израиля в последней войне. Его убили в Тунисе сотрудники МОСАДА. Мы никогда не забудем это злодеяние и оккупанты заплатят за него высокую цену. Израильские власти хранят по этому поводу молчание, ничего не комментируют. Известно только, что Израиль никогда не отрицал того, что его спецслужбы по всему миру разыскивают террористов и явно не для того, чтобы вручать им повестки в суд. Таким же примерно образом, как и Аззаури, в 2013 году в Бейруте был убит Хасан Аль-Кияс. Он отвечал за беспилотные летательные аппараты в Хизбалле. Или Аль-Мабхух, который был убит в 2010 году в городе Абудаби. Это был высокопоставленный функционер Хамас. Ни в одном случае МОСАД не заявлял о своей причастности к этим ликвидациям. МОСАД, собственно, никогда ничего не заявляет. Это крайне закрытая организация. Все детали ее деятельности очень засекречены. Известных операций мало. Одна из, пожалуй, самых раскрученных. Это гнев господень. Тогда израильтяне последовательно одного за другим уничтожили организаторов теракта в Мюнхене на Мюнхенской Олимпиаде. Поэтому по мотивам этой истории Стивен Спилберг даже снял фильм под названием «Мюнхен». Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», «Израиль». Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Сигареты вместо дров. Кто на Закарпатии маскирует контрабанду под древесину? Брэкзит по-шотландски. В какие особые отношения с ЕС намерен вступить Эдинбург? Два шага до без визы осталось сделать Грузии. Сегодня постоянные представители стран-членов ЕС одобрили визовую либерализацию для Тбилиси. Это означает, что теперь ее должны поддержать в Европарламенте, а потом согласовать в Совете ЕС. Украинский без виз тоже обещали ускорить. Президент Еврокомиссии заявил в интервью финскому журналу «Балтик Рим Экономис», что вопрос отрешится буквально в течение нескольких недель. Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Украина выполнила все требования по реформам, и теперь ЕС должен выполнить свои обещания. Украина и дальше останется стратегическим партнером ЕС в энергетической сфере. Евросоюз готов выделить Киеву средства на модернизацию газотранспортной системы. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. Сегодня на международной конференции в Брюсселе он назвали три энергоприоритета в двустороннем сотрудничестве. Это реформа газового сектора, рынка электроэнергии и повышение энергоэффективности. Для того, чтобы украинцы экономили тепло, используя энергоосберегающие технологии, Европа готова помогать деньгами. Украинская сторона, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы привлечь европейского партнера к управлению ГТС. Но пока это лишь перспектива. А вот ближайшие планы Брюсселя – это мониторинг транзита газа через Украину. Продолжение транзита через Украину для Европы – вопрос политический. Говоря о поддержке и продлении, ясно, что украинский газовый транзит поддерживают все министры ЕС, иностранных дел, энергетики. Мы готовы работать над тем, чтобы транзит через Украину продолжал действовать. Львовские власти обрадовали жителей своего города мусорным нововведением. В качестве решения проблемы с отходами предложили их прессовать. И чтобы далеко не ездить, заниматься этим собираются непосредственно в городе. Львовян, как водится, не спросили. Как они отреагировали на эту свежую идею с душком, узнаем у Галины Якушко. Чиновники Львовской мэрии и жители микрорайона Ресное подтягиваются к заброшенному зданию завода Сельмаш. Первые хотят установить здесь пресс для мусора. Вторые категорически против. Люди уже не первый раз отбиваются от нежелательного соседства. Требуют личного присутствия мэра Андрея Садового. Но пока они возмущаются, рядом рабочие продолжают методично монтировать пресс-станок. За всем следит начальник департамента ЖКХ Горсовета. Говорит, в середине января сюда начнут возить отходы и прессовать в брикеты. Это поможет уменьшить объем мусора в пять раз. Потом мы смотрим эффективность этого, потом будем принимать решения. Потому что если мы ожидаем всех таких денег и будем строить сметопереродный комплекс, то оно будет там застосовано. Экологи же уверены, никакой разрешительной документации на прессование мусора в пределах города у львовских властей нет. Да и технология работы с отходами на территории заброшенного завода непонятная. Какого именно сметча? То есть свежего, не свежего. Прессование после сортирования. Сортувания нужно конкретно, чтобы был проект, что, в какой способ. Нужно смотреть, что планируют там делать. В соответствии, экспертный выяснитель этого вопроса и выяснительные дотримания экологических и санитарных требований. Под давлением людей после двух часов дискуссий комиссия все же выносит многострадальные решения. Мы сейчас возвращаемся к все правоохранные органы, что до закопления земельной длинки коммунальным предприятием, что до вытрачения денег, незаконного вытрачения денег коммунальным предприятием. Выводы чиновников людей не успокоили. Не против какого-либо прессования отходов рядом со своим жильем. Требуют, чтобы установку забрали с территории завода. И обещают устроить массовый пикет возле горсовета. Уже в этот четверг жители Реснова надеются в конце концов поговорить с мэром Соловым. Ведь сегодня к ним он так и не приехал. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер, Львов. По суше, по воде и даже по небу. Это все способы переправки контрабанды сигарет через границу. Губернатор Закарпатии Геннадий Маскаль рассказал о новом тренде контрабандистов. Давайте узнаем, где прячут сигареты в этом сезоне. С деталями наших корреспондентов. Сигареты под кремом. Вот такой торт, где вместо бисквита 40 пачек сигарет везли своему другу в Словакию на день рождения двое украинцев. Словацкие пограничники восхитились креативом, но контрабанду изъяли. А это более крупный улов. В ночь на понедельник закарпатские пограничники задержали груз. Почти 10 тысяч пачек сигарет. Их пытались переправить через реку Тиса в Венгрию. Водная контрабанда достаточно популярна в Закарпатии. Только в этом году у контрабандистов изъяли 16 водолазных костюмов. Преступникам на этот раз удалось сбежать, но они лишились лодки и всего товара. Помитывают, что в правоохранительном доме удалось сбежать, покинулся на березе речки понад 20 пакунков сигарет и гумовый човер. Не гнушаются контрабандного бизнеса даже дипломаты. В этом году было два громких скандала. Украинские и монгольские дипломаты перевозили через венгерско-украинскую границу вместо диппочты сигареты. Еще один способ переправки табачных изделий в Европу – в бревнах. Губернатор Закарпатия Геннадий Москаль говорит, что в последнее время подобные случаи участились. На своем сайте он написал номера машин, которые по документам якобы везли доски и пиломатериалы в Европу, но на самом деле в них были спрятаны сигареты. Я написал в все правоохранные органы, какие только есть, и в службу безопасности, в Генеральную прокуратуру, и в Державную фискальную службу, и в прокурору области, и в службу безопасности области, и в прокуратуру. Куда только, значит, хай принимают меры. Москаль уверен, сотрудники таможни в курсе происходящего и покрывают контрабандистов. На таможенников губернатору пожаловались и трудовые эмигранты. Обвиняют их во взяточничестве. То по 50, то по 100, то по 150. Треба платить. Так люди передают чистопродукты харчевания детям. Для чего створили? Черную сотню, межрегиональную таможню и целая куча контролюющих. На Закарпатской таможне громкие заявления москаляне комментируют. А в СБУ и прокуратуре сообщили. Проверяют информацию губернатора. Если соберут доказательства, то откроют уголовные дела. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. А вот изъятый янтарь теперь даже не всегда арестовывают. Например, Луцкий горсуд решил не накладывать арест на 108 килограммов камня. Напомню, две недели назад полицейские провели обыск в обычной луцкой квартире. И обнаружили приспособление для обработки камня, магазин к пистолету и электронные весы. Хозяин заявил, что купил янтарь в Ривненской области. Теперь дело за апелляционным судом. Но если вердикт останется прежним, партию попросту могут вернуть тому, у кого ее изъяли. Чудо не случилось. Несмотря на все старания демократов, американские выборщики проголосовали за Дональда Трампа. А значит, последнее препятствие снятое. Скандальный миллиардер переезжает в Белый дом. Кто и как голосовал, расскажет Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Никогда еще формальная процедура не была столь драматичной. Митинги, протесты, коробки с подписями, которые участники акции приносили выборщикам. Никогда еще официальную процедуру голосования не прерывали так часто. Лозунгами и просто выкриками. У самих кандидатов наверняка не было иллюзий. Их штабы давно уже все просчитали. Но сторонники Клинтон все надеялись на чудо. А основания для таких надежд, хоть и небольшие, но были. Накануне голосования выборщиков авторитетное издание «Политику», которое, ошибается, крайне редко, опубликовало интервью знаменитого гарвардского профессора Ларри Лессинга. Так вот, он сказал, мол, ему точно известно, как минимум 20 выборщиков-республиканцев не отдадут свои голоса Дональду Трампу. Чисто теоретически, если бы он не добрал голосов, то вопрос мог уйти в Конгресс, и там бы конгрессмены, они странно решали, кому быть президентом, Дональду или Хиллари. Но чудо не произошло. А вот рекорд есть. Семеро выборщиков отдали свои голоса не за победителя гонки в своем штате. Такого с 1836 года не было. Вот только перебежчики неожиданно нашлись не только у республиканцев. Да, двое в Техасе отказались голосовать за Трампа. Но еще четверо в Вашингтоне и один на Гавайях решили не отдавать голоса за Клинтон. Так что сейчас, по иронии судьбы, Дональд Трамп набрал еще больше голосов, чем в ходе общенационального голосования. И все попытки демократов воздействуют на выборщиков, давить на них или уговаривать дали лишь противоположный эффект. Так что теперь вся страна ждет 6 января, когда в Конгрессе вскроют конверты с результатами голосования выборщиков. И утвердят их. Но заседание, которое могло быть судьбоносным, теперь станет простой формальностью. Для Трампа больше нет никаких препятствий, чтобы занять главное кресло в Белом доме. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала, Интер. Обмани, но останься. Сегодня глава шотландского правительства представила свой план по выходу из Евросоюза. Чем эта программа оказалась на деле и чего Эдинбург потребовал от Лондона. О шотландском Брэкзите наоборот расскажет наш британский Сапков Светлана Чернецкая. Пока британское правительство думает и сомневается, Шотландия намерена действовать. Там уже подготовили документ по Брэкзиту. Главный посыл таков. Шотландия не собирается покидать Евросоюз. В этой части Великобритании большинство проголосовало на референдуме против самостоятельного от ЕС плавания. Как впрочем и в Северной Ирландии, в отличие от Англии и Уэльса, где победила идея отделиться от Брюсселя. Поэтому Эдинбург считает обоснованными требования об особых отношениях с ЕС. Там не собираются терять 80 тысяч рабочих мест из-за разрыва с Европой. И планируют остаться на общем европейском рынке. Не Шотландия создала проблему под названием Брэкзит. Но тем не менее мы стали первым и единственным местным правительством Великобритании, которое подготовило подробный план, как решить эту проблему. И ответ Лондона на наши предложения станет показателем. Является ли Великобритания страной равноправных партнеров, как всегда заявляет правительство. Дело в том, что Шотландия как часть Великобритании не имеет отдельного представителя в Евросоюзе. А соответственно и вести переговоры самостоятельно не может. Поэтому Эдинбургу не остается ничего другого, как полагаться на добросовестность Лондона в переговорах с Брюсселем. Британское правительство пообещало тщательно изучить план Брэкзита по-шотландски и посмотреть, можно ли его воплотить в жизнь. Правда, на прошлой неделе министр финансов Филипп Хэммон заверил, что отдельные условия Брэкзита для разных частей страны совершенно нереальны. Впрочем, прислушаться к Шотландии все равно придется. Свой план по невыходу из ЕС Эдинбург подает как последний шанс для Лондона сохранить единую страну. Если эти предложения будут проигнорированы, референдума о независимости Шотландии, скорее всего, не избежать. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Как за 15 минут из Европы попасть в Азию? Зачем в Германии создали костюм, позволяющий насладиться похмельем? И как выглядит Сахара в снегу? Об этом не только в нашем обзоре. Первый автомобильный тоннель под Босфором открыли в Стамбуле. На церемонии лично присутствовал президент Раджи Пардоган и премьер-министр страны. Двухъярусный тоннель, который назвали Евразия, проходит на глубине 106 метров под Босфором. Весь проект обошелся властям в миллиард 200 миллионов долларов. Теперь с одного берега на другой, а точнее из Европы до Малой Азии, можно добраться за 15 минут. Ранее на это уходило полтора часа. Не на того напал грабитель в Китае. Парень на скутере вытащил из кабины фуры смартфон, дал деру, но далеко не ушел. Пропажу заметил сын дальнобойщика. Перебежал дорогу, а дальше, как в фильмах Брюса Ли, сбил вора со скутера. Детали происшествия стали известны благодаря камерам видеонаблюдения. А сын водителя грузовика оказался настоящим мастером кунг-фу. Костюм, имитирующий состояние похмелья, разработали в исследовательском институте немецкого Царр Брюкена. Новинка наглядно показывает, насколько опасно управлять машиной на утро после гулянки. Весит на ряд 17 килограммов. Утяжелители одеваются на запястье и лодыжки. Специальная гарнитура крепится на голову. Эта система вызывает у человека сильную головную боль и усталость. В институте подсчитали, алкоголь – причина каждого шестого ДТП в Европе. В Сахаре выпал снег. Дюны крупнейшей пустыни в мире приобрели фантастические очертания. Это чудо природы запечатлел фотограф-любитель Карим Бушетата. Снимки красных холмов, окутанных снегом, сделал на севере Алжира. В последний раз Сахару присыпало снегом 37 лет назад. Тогда снежная буря длилась всего полчаса. В Швеции открылся конкурс пряничных домиков. 160 образцов пекарского искусства представили на выставке. Победителям обещают денежный приз. До Нового года все желающие смогут посмотреть на пряничные домики, а уже потом съесть их. Такая выпечка долго хранится и вкусная, даже когда черствая, убеждают кондитеры. Грандиозное световое и пиротехническое шоу обычно проводят на пляжах Рио-де-Жанейро. Миллионы туристов приезжают сюда каждый год, чтобы посмотреть фаер-программу. Летом в Рио состоится Олимпиада. На нее-то и потратят деньги, сэкономленные на фейерверках. Это все новости к этой минуте. Все обновления доступны для вас на нашем сайте. Я желаю вам, как всегда, побольше хороших новостей. Прощаюсь до завтра.